Привет, друзья! Заодно проверим микрофон, потому что в следующий раз я должен очень важное такое сделать для вас в подарок, как бы такое сообщение. Ну а сейчас я хочу вам рассказать... Вы там, во-первых, пишите комменты, как микрофон работает, потому что я должен его наладить. Потому что в прошлый раз мне написали, что то тихо, то громко, то нормально, то... Ну, пожалуйста. Напишите, как. Значит, я хочу вам сказать следующее. У меня Андрей Лакотош, мой друг из Красноярска, с которым мы делали азбуку саморегуляции для детей, родителей, педагогов, в своё время, много лет назад. И вообще он там в структуре своей, в МЧС работал. И вообще Андрей Лакотош, замечательный мой друг, он прислал вдруг ко мне такую вещь, что то, чем мы занимаемся, оказывается, это просто необходимо сегодня. Потому что... И он прислал цитату от Сергея Капицы, академика, что общество, вот цитата, ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не даёт шанс остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другое, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспрецептное животное и ведущее абсолютно бессмысленную жизнь. Извините, на секунду вот звонит моя дочка Шейла. Привет, Шейлик. Я сейчас как раз ролик записываю. Как раз Андрюша Лакотош прислал мне... Всё, 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 перезвони, папа. Не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. Ты мне очень нужна... Я тебя не вижу. Ты мне нужна на минутку. Ты мне нужна на минутку. Я тебя не вижу. Хорошо, перезвони мне через 15 минут, потому что мы с тобой скоро будем делать вебинар и с Оленом все вместе будем делать вебинар и мне очень нужно с тобой переговорить. Давай, через 15 минут я тебя жду. Да, друзья, вот хорошо, когда дети такие, как ты, психологи, да, имеют свой стиль работы, ведут свои такие полезные контенты. Ну, это очень приятно вообще. Ну, мне-то... Слушайте, а я заметил, что я иногда говорю, чтобы как-то мысль продолжать, вот и говорю слово, ну, вот говорю, говорю, потом опять, ну... А у вас есть какое-нибудь такое? Ну, пожалуйста, не загружайтесь этим, потому что есть люди очень внушаемые, которые начнут мне потом писать. Да, да, вот вы знаете, я теперь начал, ну, все время говорить и не знаю, что теперь делать. Очень много людей у нас подверженных. Вот как сейчас Капица писал, в гипнозе находится. И очень много людей, которые сами себе накручивают и сами себе внушают, Бог ты мой. И поэтому у нас все будет хорошо, потому что мы ведем в школу человек будущего, Homo Futurus, и я в следующем ролике скажу такую прекрасную вещь, потому что я сам на себе это сто раз проверил, и мне помогает в жизни очень сильно, когда мне плохо. Я вдруг вспоминаю это, и мне становится легко. И я вам подскажу, как сделать так, чтобы вы тоже в самых страшных ситуациях жизни, когда в неопределенности, когда не знаете, что сейчас будет, вдруг вспомните это, и станет легко. Да, и голова начинает опять работать нормально. Ну, до встречи, до встречи. А я вам приготовлю этот ролик пока.